По данным Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам, участились случаи появления лис вблизи населенных пунктов. Это обусловлено тем, что животные перед зимой набирают вес и увеличивается количество потребляемой ими пищи. Как правило, для сохранения тепла в морозы лисицы нужно набрать до 30% к собственному весу. Как следствие, жилая застройка привлекает животных наличием кормовой базы. Пищу можно легко найти на свалках, возле мусорных контейнеров, а также на территории частных домов, например, в компостах. Необходимо также отметить, что в последние годы в Республике отмечаются единичные случаи заболеваний лисиц с бешенством. Данный вид животного продолжает оставаться потенциальным источником заболевания. Домашние животные, в частности собаки, чаще всего заражаются бешенством, болеют бешенством. Они заражаются от укусов диких животных. То есть в дикой природе источником бешенства являются это в основном лисы, также могут быть волки, могут быть песцы, могут быть мелкие грызуны, но это уже реже. В большинстве случаев смерть людей от бешенства происходит в результате контакта с больными собаками, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям. Вирус передается путем укуса или при контакте слюны зараженного животного с поврежденной кожей или слизистой оболочкой. Опасность заключается в том, что первое время он может никак себя не проявлять, а животное уже является носителем заболевания. Время от заражения до появления первых признаков различается в зависимости от животного, его веса и возраста, и может составлять от недели до одного года. В этот период вирус живет в организме, постепенно попадая в слюнные железы. С этого момента животное становится заразным, хотя внешние признаки заболевания могут проявиться спустя 7 дней. Постепенно животное, зараженное вирусом бешенства, может проявлять следующие симптомы. Изменение поведения, неадекватные реакции на других, обильное слюноотделение, а также изменение вкусовых пристрастий, поедание травы, земли или песка. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение на бешенство, необходимо внимательно наблюдать за животным в течение 10 дней после контакта с другими животными или при наличии одного из описанных симптомов. В случае малейших подозрений имеет смысл изолировать питомца от других животных и людей. Симптомы бешенства проявляются не сразу. Первый период для собак это 10-12 дней, никаких симптомов не проявляется, но при этом собака является уже опасной. То есть, если хозяин контактирует с ней, собака его облизывает, и особенно если есть ранки на коже, на слизистый, то собака может передать бешенство человеку. Домашние животные способны передать бешенство своим хозяевам и другим питомцам, запустив смертельную цепочку. Симптомами у человека являются общее недомогание, повышенная потливость, сухость во рту, снижение аппетита и чувство стеснения в груди. Сон больных нарушен, нередки кошмары в начале болезни, сменяющиеся бессонницей. Также нарастает беспричинная тревога, беспокойство, тоска и появляется страх смерти, причем выраженность данных симптомов повышается в зависимости от того, насколько сильно человек осознает возможность заболевания. Кроме того, появляется чувствительность к раздражителям с постепенным нарастанием их выраженности. Крайняя степень это аэрофобия, фотофобия, акустикофобия, гидрофобия. Крайняя степень характеризуется вздрагиванием всего тела при малейшем дуновении ветра, вытягиванием рук вперед, расширением зрачков, взглядом в одну точку в течение нескольких секунд. Бака становится апатичной, она может не подходить к хозяину, может забиваться в угол, отказываться от пищи. Или же у нее наблюдается извращенный аппетит, то есть она может поедать несъедобные предметы, она может вести себя неадекватно. Далее может проявляться буйная форма бешенства, которая проявляется уже агрессией, нападанием, причем собака может нападать даже на своего хозяина, на других людей, кусать и так далее. Но это не всегда так, то есть иногда бешенство проходит в тихой форме без проявления агрессии. При заражении человека и появлении начальных симптомов бешенства практически неизбежен летальный исход. В мире известно лишь о нескольких случаях излечения от развившегося бешенства. Введение в искусственную кому с поддержанием основных жизненных функций. Однако в большинстве случаев любые методы лечения оказываются неэффективными и способны лишь незначительно продлить время жизни человека. В целях повышения качества жизни и уменьшения страданий больного помещают в отдельную изолированную палату с минимизированными факторами внешней агрессии. Затемнение, звукоизоляция, отсутствие сквозняков. Также назначается комплекс лекарственных средств, направленный на уменьшение возбудимости нервной системы. Вообще бешенство это как бы смертельно опасное заболевание, то есть лечения у него нет, возможно только профилактика. Человек в свою очередь может заразиться от домашних животных, в первую очередь от собаки. 60% заражения бешенством происходит от собак. Бешенство это вирусная инфекция, протекающая с развитием тяжелого, прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом. Размножение вируса бешенства происходит в клетках продолговатого мозга, гиппокампа, поясничной части спинного мозга. Оно встречается в более чем 150 странах и территориях. От него ежегодно умирают десятки тысяч человек. Чтобы обезопасить себя сразу после контакта с животным, которое, по вашему мнению, болело бешенством, нужно немедленно обратиться в больницу. Ведь своевременно принятые меры могут не допустить развития болезни и спасти жизнь человеку. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс.